Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Как вы поняли, сегодня у нас с вами будет влог. Я только что проснулась и абсолютно без макияжа. Как вы видите, лицо у меня значительно лучше, чем было раньше. Остались пост-акне, следы, но по большому счету новые прыщи не появляются. И то хорошо, и то хлеб, как так скажем. В общем, вчера я сделала две косички для мукбанка. Все заценили. Я с этими косичками проходила, наверное, часов пять. И потом, под конец дня, я их расплела и офигела от эффекта. Очень понравился объем волос, и поэтому сегодня вот так вот на ночь заплела. Посмотрим, что у нас получится. В любом случае, я думаю, что объем нам обеспечен. Что нам нужно для макияжа? Посмотрите, как у меня все аккуратненько лежит. Здесь масочка. Вечером будем ее обязательно делать. Итак, тональный. Хочу попробовать вот этот вот тоналик от NYX. Пожалуй, сегодня его. Дальше хайлайтер возьмем вот этот вот. Я его хочу добить до конца. Скульптурирование мы будем делать вот этой палеткой от NYX. Кстати, здесь пудра тоже есть, поэтому это очень удобно. Помады. Опять же, возьмем новенькую от NYX, которую я недавно купила. И румяшки от Benefit. Я уже сделала макияж, и уже совсем другой человек. Вы просто гляньте на меня. Осталось самое ответственное. Момент расплести косички и посмотреть, что же у нас с вами в итоге получилось. По мне получилось как-то перебор, если честно. Вчера я делала две косички. Это было не настолько объемно, как сейчас. Но, может, я просто не привыкла видеть себя в таком образе. Прям лев сбежал из дома. Вот так вот они у меня стали типа короче. Но зато объемней. А тем временем мамочка приготовила мне блины. Такие вот. Здесь у нас сгущёнка, варенье. Изначально всё это было в этой посуде. Я подумала, что здесь слишком много. Огромный просто объём. Зачем мне на мукланке так много? Поэтому я перелила вот в такой вот миниатюрный объём. Смотрится, мне кажется, очень мило. А здесь ещё этот хулиган. Короче, моя хорошая, читаю комментарии. И там одна из девушек пишет о том, что я плохо ухаживаю за Твиксом. Почему Твикс ходит в коробку и в туалет. Ребят, если вы не смотрите все мои влоги, вы не в курсе просто, что Твикс, он изначально ходил в коробку, когда я его приютила. Это был день суббота. У нас суббота, воскресенье абсолютно все магазины, ни один из магазинов не работает, кроме продуктовых и аптек. Поэтому мне пришлось его приручить сначала просто к коробке. Затем я купила ему лоток, но уже в лоток он не ходил, ходил обратно в коробку, мяукал, хотел туда. Мне пришлось его лоточек поместить в коробку, чтобы он не понял разницы. Вот и многие пишут в комментариях, не зная этот фактор, что Айка, почему нельзя купить лоточек, почему бедный котик ходит в коробку. Ребят, вы просто не смотрели это видео и делаете выводы. Что касается корма, когда я покупала Дарлинг и Фрискес, мне все писали, что хороший это Китти Кэт. Я его купила и теперь мне пишут, что нет, надо купить роял Канина, но у нас его нету. Я вам снимала истории даже в инстаграме, вы видели, что на прилавках этого корма нету. Откуда мне его взять? Я пытаюсь как-то найти, выйти из ситуации. Пока что опыт небольшой все-таки, но в любом случае, я думаю, что моему Твиксу будет лучше в семье, нежели как он был на улице. Я думаю, что он живет хорошо, ему все хватает, чувствует он себя офигенно, так что не беспокойтесь, ребят. Вы, возможно, что-то не знаете и просто делаете преждевременные неправильные выводы. А на улице дождик и ужасно пасмурная погода. Мне нужно выходить из дома в банк, но так неохота. Так, все, с минуты на минуту я выхожу из дома. Посмотрите, какая у меня кожа, я просто балдею, просто офигеваю от своей кожи. Дело даже не только в прыщах, сузились поры, цвет лица стал однотонным. Это просто офигенно, у меня никогда в жизни не было такой кожи. Но сейчас я с тоном, но все равно, когда я утром сегодня встала и посмотрела на свое лицо, я просто офигела. Ну, в общем, сейчас я записываю для вас историю. Кто хочет участвовать в мукбанг с подписчицей, то обязательно отвечайте. Пишите на пиар-аккаунт, не сейчас, а вот в тот момент, когда в инстаграме я вам выложу. То есть иногда бывает, я выкладываю видео, это видео видят через месяц, и потом через месяц мне пишут, что, айка, я хочу снимать с тобой совместное видео. Нет, вот именно сейчас я снимаю историю. Как только на историю ответят, напишут на пиар-аккаунт, Регине отправят видео. Потому что важно все-таки, чтобы подписчица была не только симпатичной внешне, но и не стеснялась, могла говорить, хорошо знала русский язык. Поэтому это тоже является важным фактором. Сразу отправляйте видео, где вы немного рассказываете о себе. Я, кстати, сейчас без фильтров. Итак, девчонки, кто хочет участвовать в Мукбанк с подписчицей, то обязательно отправляйте свои видео на пиар-аккаунт. Там Региночка вам ответит и выберет какую-то новую девочку, с которой я буду снимать Мукбанк. Вот, обязательно отправляйте видео, потому что очень важно, чтобы человек хорошо говорил на русском языке. Всех целую, всем желаю удачи. Пару слов, Твикс, ты недоволен своей жизнью, тут все переживают из-за тебя. Как тебе твоя жизнь? Нормалёк. Кормят тебя, скажи честно. Честно скажи, я сказала. Если не кормят, откуда такой зад у тебя? А? Всем привет, ребят. Давай пять, пять, пять. Смотрите, какой хулиган. Как только дверь открывается, он хочет выйти. Смотрите, вот куда ты потеряешься золото? Что потом будем делать? Сколько будем плакать, а? Куда ты рвёшься? Вот куда нельзя, ему туда обязательно надо. Вот, ей-богу, не понимаю я этого кота. Всё, что нельзя, ему интересно. Мы выходим на улицу, он хочет вместе с нами. Ну, потеряется же, потом где мы его найдём? Ему так интересно, что же в подъезде хорошенького есть. Они выходят, гуляют в подъезде, а мне не разрешают. Кстати, мы спускаемся по лестнице. Физкультура. Опять будут писать, одеты как клоун. Короче, на улице Дубео. Это просто замерзео. Надо было одеть мою любимую шапку шарфом, мам. Помнишь эту серую? Я чувствую себя как будто в Дубае в этой шапке. Это обалденное ощущение. Сейчас идём как раз-таки на это место, где мама Твикс обычно бывает. Мне в комментариях одна девочка написала, что она приютила девочку, которая осталась. Ну, возможно, маму тоже приютили, потому что её я не вижу. Отца увидела, а мать не вижу здесь. И слава богу, а то на улице сегодня дождик, например. Очень холодно. Бедные животные, которые вынуждены находиться на улице. Зашли в магазин, а тут такие пончики. Хотите ли мукпанк с ними? Пишите в комментариях. Очень аппетитно смотрятся. Куча новогодних игрушек. Стоит недорого. Особенно понравились вот эти звёздочки. Но не красота. А ещё есть вот такая вот красота. Здесь всего 4 штуки, но смотрятся очень богато и дорого. Эти наборы подороже. Чуть-чуть обходятся, но они и покачественнее. Давно хотела себе кофрешечку. Здесь она всего стоит 25 монат. Это очень недорого. Не знаю, стоит ли брать или нет. Её нельзя проверить. Огромные просто игрушки. Вы гляньте. Просто размером с мяч. Мой любимый напиток. Молочный коктейль с клубникой. Он обалденный просто. Очень вкусный. Скидочки. Альпин Гольф. Две штуки. Всего за 2 моната, по-моему. А вот и он. Это отец Твикса. Они не голодают. Посмотрите, какой он толстенький. Прям огромный. Вот моя ладошка. Вот это он. Прям как собачка. Настолько большой котик. А другой кайфует здесь. Кайфули. Так, сейчас вам покажу, что же мы купили. Доспаковка. Вот такие вот зефирки купила мама. Они достаточно такие крепкие. Мама купила для украшения тортиков. Я такое не люблю. Если честно, купили вот творог. Только солёный. Шо у нас это называется. Колу взяла маленькую. Обычно я не пью, но что-то захотелось мне резко. И вот такая бандура. Просто огромная джема. Стоила всего 3 моната. Мы решили взять. Мама его обожает. Вот такую бандуру мама съедает за неделю. Настолько она любит каждый завтрак. У неё обходится обязательно с этим джемом. Также моя любовь. Особенно клубничные. Вот это супер милки. Такое есть и от чуда. Но я специально беру азербайджанское производство. Чтобы поддерживать отечественного производителя. Скидка была в Гранд Супермаркете. Две такие шоколадки стоили 90 рублей. 2 моната. Мне кажется шикарно. Мама на тортики, на всякие всегда использует. Также взяли такой вот хлеб. Тостер или как правильно он называется. Это специально для клуб сэндвича. Из фруктов у нас бабушка любит хурму. И особенно такую переспелую. Поэтому взяли для неё и листья салата. Вот и всё. Сгоняла в магазин, в банк. Так устала, как будто кирпичи таскала. Вот что я пью. Обожаю этот молочный коктейль. С клубникой вообще бомба. Есть ещё шоколадный, но он не настолько вкусный. Банановый тоже классный. О чём я хотела вам рассказать. Я в общем выставила опросник, так скажем. И все сейчас пишут на пиар-страницу к Регине, что они хотят участвовать в мукбанке с подписчицей. Очень много людей пишут детей, реально 10-12 лет. Пишут, не знаю, с Украины, с Казахстана, что если бы я жила бы в России, я была бы рада поучаствовать. Она просто покидала мне скрины. Поэтому очень трудно найти там действительно тех, кто реально мог бы поучаствовать. Но в принципе мы нашли уже. Вот. Два человека есть, про которых мы думаем. Так что в ближайшее время будет видео. Сейчас просто смс-режим. Я не знаю точно, где живёт эта девочка. И успеем ли мы за 3 часа отснять видео, чтобы она уехала обратно. Потому что, как вы знаете, у нас такая система, что ты из дома можешь выйти только на 3 часа. Но в любом случае, если сейчас не получится, в январе, 14 января это всё отменяется. Вот тогда снимем. Самое главное, чтобы уже человек был, с которым мы хотим снять мукбанк. Мне кажется, будет интересно кто-то новенький, что-то свеженькое, интересненькое. Всегда интересно, на мой взгляд. Что вы думаете, пишите в комментариях. А теперь самое время начать монтировать видео. Мама тут бастует, что для её канала давно не выходили ролики. Поэтому я сажусь сейчас монтировать и выкладывать всё это дело. Да, мами? Да, мами? Она мне предъявляет. Говорит, ты себе монтируешь, выкладываешь день и по три ролика мне. И поэтому мама перестала снимать. Я говорила маме, что снимай и оставляй. Всё равно ты поедешь в деревню в январе. И тогда уж материала не будет. И я буду выкладывать и монтировать без тебя. Но мама говорит, нет, когда ты не выкладываешь, у меня не появляется желание работать дальше. Ведь те видео, которые мы выложили, они уже набрали миллионы. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Я говорю, зато я себе сколько выкладываю. Работаю, у меня работа, завал и все дела. Мама говорит, мне неинтересно. Пожалуйста, смонтируй мои видео. Там два ролика. Их надо быстренько смонтировать. Проблема в том, что как раз-таки мамины видео не получается смонтировать быстро. Потому что там очень много всяких эффектов. Хотя кажется, это ерунда. Там очень много склеек. В одном видео, наверное, где-то 50 склеек. Может, где-то 70. Плюс звук записывается отдельно. Он записывается на камеру. Потом разъединяется звук от видео. И вставляется в нужные моменты. Это очень долгий процесс. Очень трудоемкий. Но это не объяснить маме. Это же маме. Чуть что, она мне всегда сразу говорит, я найму. Я найму человека, который займется этим. Я такая, ладно, не нанимай. Я сама. Короче, как проходит процесс монтажа. Мама составила текст. У меня здесь, значит, микрофончик. Я записываю звук. А здесь лежит Твикс. Обязательно он должен участвовать в создании этого шедевра. Гляньте на его лапки. Какой он сладенький мальчик. Смотрит вниз. Я его насильно не держу. Смотрите, он сам лежит здесь. Время уже 17 минут второго. И только сейчас я закончила монтаж маминого видео. Теперь вы понимаете, насколько много времени отнимает Айкук. Вот сидела и монтировала. Там столько мест, где нужно было срезать, что-то добавить, где-то ускорить. И еще там босс за кадром сидел. И говорил, что-то не то. Что-то мне не нравится. Сделай красивую фотографию. Сделай так, что мое блюдо выглядело так, чтобы набрало миллион просмотров. Я говорю, извини, маме, ну какое блюдо столько просмотров, а? Ну шо я могу поделать? Теперь я уже иду смывать макияж. Кстати, я вам в одном из влогов хотела показать, как я заклеила очки свои. Потом я подумала, что никому не будет интересно. Я решила удалить этот влог, где я все это дело показываю. Сейчас пойду смывать макияж и потихоньку спать. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Я уверена, что это так. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех очень сильно люблю. Мам, показать тебя? Нет. Почему? Твои роскошные постели показала бы. Ну да ладно. Всех люблю. Пока.